Итак, я всех приветствую, мои дорогие друзья. Я всем, как всегда, по доброй традиции хочу пожелать хорошего, шикарного настроения, быть на высоких вибрациях. Что бы там ни происходило, ничего не важно. Самое главное – это хорошее настроение для того, чтобы формировать свою реальность. Чем мы с вами занимаемся? Мы сейчас с вами проходим некий цикл в рамках темы того, что многим не хватает энергии, не хочется по утрам вставать, не хочется ничего делать. Поэтому мы разбирали с вами воду, мы разбирали с вами питание, и вот у нас, собственно говоря, сегодня третья часть подсознательных программ, которые на нас воздействуют во время того, когда мы питаемся. Значит, что мы с вами уже разобрали? Мы с вами уже разобрали все основные вкусы и наши подсознательные причины, по которым мы употребляем больше или меньше того или иного вкуса. Например, когда мы используем слишком много соли, сладкого, острого и так далее, и так далее. Мы это разобрали в первой части. Во второй части мы разобрали модели поведения во время питания. Это если ты кушаешь быстро, медленно, мало, вгрызаешься в еду, или, допустим, кушаешь, не наслаждаясь вкусом, и так далее, и так далее. То есть, да, тоже разобрали шесть основных моделей поведения во время приема пищи. Следующее, что мы с вами сегодня разберем, это шесть причин, по которым мы, собственно говоря, едим. Значит, сейчас я выведу у нас слайды сюда, и мы с вами приступим. Опять же, буквально минут 15, не больше, у нас нет никакой необходимости перегружать. Кто со мной давно, вы прекрасно знаете, что я очень ценю ваше время, ценю лаконичность, и главное, чтобы все было максимально понятно. Значит, смотрите, вся вообще вот эта вот наша тема по питанию, она, если вы в нее действительно вникнете, она действительно вам поможет одну штуку сделать, самую главную. Это услышать свое тело. Ведь частенько мы не кушать хотим, а пить. Вот в чем вся разница. И лишний вес копится от чего? Не потому, что мы там слишком много едим, а потому, что количество того, что мы съели, тело наше не успевает переварить. То есть, самая главная задача, это сколько усвоится пища из того количества, которое мы съели. Для того, чтобы у нас был высокий уровень энергетики, естественно, нам не нужно переедать. Нам не нужно кушать жирную пищу, нам не нужно есть огромное количество мяса и тому подобных вещей. То есть, все должно быть в гармонии. Как я вам и говорил, за время экспериментов над собой, я пришел к очень простому выводу, что есть можно вообще все, что угодно, но по чуть-чуть, опять же, без переборов. Плюс бывают разные периоды. Например, напишу просто свой период, один из тех, который является основополагающим с точки зрения того, что я много пащусь и мало кушаю. Это когда я принимаю людей вживую, когда люди приезжают, мне приходится исцелять через себя, через руки, через свое биополе. Тогда я что делаю? У меня обязательный тогда пост в течение трех дней и молитва ежедневная. Есть даже на YouTube-канале у нас молитва, которая посвящена однодневному голоданию. Кто хочет, обязательно посмотрите, воспользуйтесь. Потому что во время голодания, когда вы голодаете, надо понимать, зачем мы это делаем. И мы здесь даем как бы определенную дань Богу, чтобы с ним воссоединиться, почувствовать его, чтобы наши мысли очистились, чтобы мы могли двигаться дальше и дальше, соответственно. То есть дни голодания, они не просто так. Это тоже очень важные разгрузочные дни. Но опять же, у всего свой период. Не стоит быть приверженцем какой-то одной системы, из-за нее вечно там топить и так далее. Это категоричность. Мы от нее уходим. Скоро мы будем с вами разбирать очень большой блок мышления, соответственно, для того, чтобы все себя хорошо чувствовали, перестали болеть, вышли за пределы многих ограничивающих убеждений. Да и просто радовались жизни. Потому что если мы радуемся жизни, она радуется нам. Если мы не радуемся, она нам тоже не радуется. Все очень просто. Итак, значит, давайте разбирать шесть причин, по которым мы едим. Первый – это принцип. Второй – привычка. Третий – эмоция. Четвертое – гурманство. Пятое – поощрение. И шестое – лень. В принципе, каждый пункт говорит сам за себя. Я думаю, вы прекрасно понимаете, по какой причине в основном вы едите. Давайте сейчас разберем вместе наши подсознательные программы, которые там присутствуют. Значит, смотрите, если мы едим из принципа, то первое – это страх, что продукты испортятся. Знаете, да, бывает такая ситуация. Вы думаете, что продукты испортятся, надо бы их съесть. У меня был друг, который жил в деревне, и в детстве я часто к нему приезжал, и его мама говорила, что продукты надо спасти, потому что очень много там курочки снесли яиц, или очень много молока, или творога, и так далее. И еду мы не ели, а мы ее спасали. Естественно, у всех парней там был лишний вес полностью. Я как-то с самого детства просто не могу переедать. Я кушаю один раз в день вообще в целом. То есть у меня это происходит таким образом. Я об этом также в предыдущих частях рассказывал, но повторюсь, потому что это важно для, опять же, правильной работы гормонов. То есть у меня абсолютно отсутствует завтрак уже в течение, наверное, лет 15 в общей сложности. То есть я не могу с утра кушать вообще. При этом я утром занимаюсь спортом, это тренажерный зал, либо тайский бокс. Это мозговая деятельность, переработка огромного количества того или иного материала. Это консультация, это очистки от подселений, соответственно, биополей у людей и так далее. И где-то примерно вот в часа 2-3 у меня начинается вот первый позыв поесть. То есть почему это важно с точки зрения гормонов? Потому что как только вы начинаете что-то есть, опять же, все соки, смузи, это тоже еда, да? Все, мы это с вами понимаем. То есть воду пить можно. Ваши гормоны работают на омоложение всех ваших клеток. То есть вы молодеете, пока вы не едите. Вот, как бы это ни звучало. Знаете, почему некоторые алкаши живут дольше, чем едыки? Как раз-таки по причине того, что, ну, в общем, это большая тоже отдельная тема. Как-нибудь ее разберем. Давайте пока по принципам, по подсоединительным программам пройдемся. Сейчас один момент. Значит, смотрите. Следующее – это доедать за другими. Съедаешь все в комплексном обеде, выбираешь самое дешевое блюдо в ресторане, даже если это не то, чего хочется. Это страх разонравиться. Не можешь отказать тому, кто предлагает тебе еду или напитки, хотя изначально тебе не хотелось ни есть, ни пить. Но это если вы к маме едете, к теще или к свекрови, она предлагает поесть. То есть вы есть на самом деле не хотите, но вы соглашаетесь поесть. Это поэтому кушать из принципа. Шестое – это страх показать, что тебе не нравится продукт после того, как ты его попробовал. Седьмое – страх осуждения. Поступаешь, как другие, боясь того, что они могут о тебе подумать или сказать. И восьмое – это страх последствий. Ешь, потому что надо без удовольствия просто, чтобы насытиться. То есть это основные причины, по которым мы кушаем из принципов. Опять же, лаконично. Каждый тут пункт можно раскрывать. Я уверен, вы, дорогие друзья, без меня это легко сделаете. И все для себя поймете. Просто обращайте на это внимание, если вы едите из принципа. Следующее – это есть по привычке. Первое – это ты всегда ешь одно и то же. Всегда или часто ешь одно и то же в одно и то же время. Ешь, как тебя учили в детстве. Ну и соблюдаешь этот режим. Допустим, завтрак в 9, обед в час, ужин в 6 и так далее. Дальше сомневаешься, стоит ли есть какой-то продукт или отказываешься от него, потому что никогда его не пробовал. То есть это привычка. И опять же, в каждом стиле питания, в каждом принципе питания нет ничего плохого. Просто наша задача как бы найти основные моменты, по которым мы идем. Тут у нас текст немножко съехал. Ну как раз я и говорил, что это если ты кушаешь 3 раза в неделю, то есть не в неделю, а в день по стандартной программе. Это тоже кушать по привычке. Это опять же определенная правильность, определенная догматичность. Человек очень редко выходит за пределы родительских программ, которые он проживал. То есть одно и то же. Существует привычка с детства, и он все то же самое повторяет. Как я вам и говорил, соответственно, по питанию, по почерку, по фотографии, есть очень много по физиогномике, да, можно все рассказать о человеке. Соответственно, по питанию можно сделать то же самое. Поэтому искренне надеюсь, что все части, которые мы выпускаем по питанию, да, они будут вам впрок и будут вам помогать, собственно говоря, разобраться в самом главном и любимом человеке, это в себе. Следующее, это кушать из-за эмоций. Первое, ты знаешь, что на самом деле не голоден, но все равно решаешь что-то съесть или выпить. Помните вот эти вот американские фильмы, когда там все идут на бал, а какую-нибудь девушку не пригласили, и она сидит, заедает это все мороженым, к примеру, да. Ну вот это как раз таки из этой серии, из-за эмоций. Второе, ты думаешь, что бы такого съесть. Третье, ты злишься, разочарован, сожалеешь о своих действиях, тебе одиноко. И ты ешь или пьешь вместо того, чтобы разрядиться другим способом. То есть на самом деле в современном обществе, которое fast life, fast food, fast die, кушать из-за эмоций самая распространенная штука, даже если мы абсолютно не голодны. То есть поэтому я и говорю, самая главная наша основа с вами, это научиться слышать свое тело. Для того, чтобы слышать свое тело, на мой взгляд, нужно действительно переносить завтрак, как можно дальше. Для того, чтобы вы реально услышали, хочу ли я есть на самом деле или нет. Вот в чем основная суть. Когда у вас хороший контакт с вашим телом, то у вас и лишнего веса нету, и вы замечательно себя чувствуете, и у вас огромное количество энергии. Ну я, естественно, повторюсь, что очень важен спорт, важен контрастный душ, важно мышление, как вы относитесь к себе, к окружающему миру и так далее, и так далее. То есть все это мы с вами потихонечку будем вместе проходить, я с удовольствием поделюсь накопленными, скажем так, знаниями. Следующее, гурманство. Ты ешь или пьешь, потому что это так вкусно пахнет. Второе, не можешь остановиться, ведь это так вкусно. Третье, тебя привлекает какой-то продукт после того, как ты его увидел, причем до этого ты о нем и не думал. Четвертое, ты не можешь не попробовать блюдо, которое попадается тебе на глаза. Пятое, тебе хочется того же, что есть человек, сидящий рядом. Шестое, тебе хочется съесть продукт после того, как ты его пощупал или понюхал. Тебе нравится его запах, текстура тебя влечет к блюду после того, как ты услышал его хвалебное описание. То есть вы есть на самом деле не хотите, у тела физиологической потребности нету, но по причинам, которые содержатся в наших семи пунктах, вы из гурманства, собственно говоря, кушаете. Хотя, еще раз повторюсь, физиологической причины или надобности в этом нету. Дальше. Кушать из-за поощрения. Ты закончил работу, которой гордишься и считаешь нужным, поесть или выпить, хотя на самом деле прекрасно знаешь, что в данный момент это вовсе не обязательно. Или ты сделал чуть больше, чем мог. Работал без передышки и теперь думаешь, что еда тебя расслабит. И третье. Ты расстроен, что никто тебя не хвалит и начинаешь есть все подряд. То есть есть одна фишка очень важная. Перед тем, как начать что-то кушать, важно задать себе вопрос, чего я на самом деле хочу, какая эмоция мной руководит. Потому что мы стали использовать еду в нашем современном мире, ну, как заменитель тех или иных эмоций. То есть мы себя развлекаем. И частенько это идет вовряд. И в лишний вес, ну, и так далее, и так далее. Дальше. Кушать из лени. Первое. Ты соглашаешься есть приготовленное кем-то другим, чтобы не готовить самому. Когда ты выбираешь еду, которую не нужно готовить, решаешь вообще ничего не есть, лишь бы не готовить. И возвращаешь с работы, покупаешь себе на ужин готовую или замороженную еду. Вот что такое лень. Конечно, я не говорю, что у всех есть время, у всех так жизнь устроена, что вы ежедневно можете сами себе там что-то готовить и так далее. Но было бы здорово на самом деле. И было бы классно, если бы в эту еду, которую вы готовите, вы мысленно в нее вкладывали то намерение или ту реальность, которую вы хотите создать. Это было бы максимально здорово. Почему вот домашняя еда, она однозначно всегда вкуснее любой ресторанной. Вот однозначно. Да, есть вкусные рестораны, туда-сюда, но в домашней еде всегда содержится душа. Вы знаете, мы когда разбирали тему денег, я сказал одну такую вещь, что если жена закармливает своего мужа, это блокировка денег. Многие меня не поняли. На самом деле это реально так. Закармливать тоже никого не надо. Тоже отдельная тема, ее тоже будем разбирать еще обязательно. Но это важно. То есть, если, допустим, ваш язык любви, да, опять же, вот в вебинаре по отношениям мужчины и женщины мы это тоже с вами разбирали, но тем не менее, если в вашем языке любви основная фишка это накормить кого-то, то частенько у того, кого вы кормите, язык любви совершенно иной. То есть, вот говорят там, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, да. Ну, у каких-то мужчин возможно так. Но, опять же, скорее всего, у тех, у кого контакт со своим телом не налажен. Ну, ладно, да, отдельная тема еще будем касаться. Значит, смотрите, что мы разберем в четвертой части. У нас в четвертой части будет самое такое большое, интересное. Это психологическое проявление всех вот этих вот принципов, которые мы прошли. Психологическое проявление. То есть, мы все это будем разбирать. Сейчас буквально коротко пройдемся. То есть, почему мы едим из-за эмоций, мы еще больше углубимся в наше подсознание. Почему мы едим из-за гурманства, для поощрения, зления и так далее. И потом мы с вами перейдем к психологическим травмам и питанию. То есть, почему у нас происходит травма отвергнутого, покинутого, униженного предательства, несправедливости. Как это связано с питанием. И как, собственно говоря, с этим совсем быть, чтобы из этих сценариев выйти. Чтобы вами при питании руководила не ваша травма. А чтобы вы осознанно выбирали ту или иную пищу, которую вы действительно сами хотите. Вот в чем у нас, собственно говоря, основа нашей работы в четвертой части. Так, ладно, не сохраняй, ради бога. Значит, я думаю, на сегодня достаточно вполне. 15 минут вполне хорошее время для того, чтобы ум мог сконцентрироваться. И еще переварить информацию. Если информация заходит за 40 минут, то человек уже ее воспринимать не может. Поэтому сейчас я все повыкладываю, соответственно, на YouTube и в Дзен. Повторите для себя, законспектируйте, пожалуйста. И пускай эта информация вам помогает и служит вам на всех путях вашей жизни. Потому что, понимаете, да? Питание – это основа энергетики. Питание, вода, движение, мышление. То есть спорт, да, движение – это просто обязательно. Это очень важно для сердечно-сосудистой системы. Ну все. До новой встречи, дорогие друзья. Продолжение следует...